Можно ли кормить кошку собачьим кормом, влажным или сухим и в чем отличие? Кошки очень любопытны и по своей натуре звери. И попробовать еду из чужой миски всегда интересно, а вдруг у пса вкуснее. Но можно ли кормить кошку собачьим кормом? Не навредит ли ей это? Докиса может интересоваться собачьим кормом из-за привлекательного запаха. Или просто из вредности ей собачью еду на глазах у владельца миски. Так некоторые кошки пытаются показать, кто в доме хозяин. К сожалению, собачьи сухие и влажные корма не подходят для кормления домашних представителей кошачьих. Но почему? Чем отличается корм для кошек от корма для собак? В качестве лакомства. Если кот однократно съест пару кодышков из миски собаки, не страшно. Но давать по чуть-чуть каждый день вредно, так как это нарушит весь баланс микро- и макроэлементов в рационе. Если хочется побаловать любимую кошечку, лучше дать ей мягкий корм или специальное кошачье лакомство. Можно ли давать собачий сухой корм кошкам как лакомство? Да, можно, но очень редко. А можно ли давать собачий корм кошкам и разрешать есть им с одной миски в течение длительного времени кормления кота собачьей едой? На постоянной основе может плохо кончиться. Недостаток белка, таурерина и других питательных веществ приводит к расстройствам желудочно-кишечного тракта ЖКТ. Разница в составе кормов колоссальная. Кроме того, энергетическая ценность собачьего готового питания отличается, она ниже, чем у кошачьего. Это тоже может отразиться на здоровье любимца. Но чем отличается корм для собак и кошек? Как отличить сухой корм кошек и собак? Стоит разобраться, чем отличается сухой корм для кошек от корма для собак и можно ли кормить кота собачьим кормом. Различия в питании и напрямую зависят от потребностей животных. У кошек и собак разные потребности в питании кошки – облигатные плотоядные хищники. Это значит, что в рационе должно преобладать мясо, из которого животные получают необходимое количество животного белка. К тому же корма для кошек содержит жизненно необходимый им тарин. Собаки – факультативные всеядные хищники. Их организм не нуждается в таком количестве белка. Также у собак другая потребность в витаминах и минералах. Собачий организм способен вырабатывать витамины от ретинол, когда кошачий организм должен получать этот витамин из еды. К сведению. Кошачий корм рассчитан идеально под потребности котов, собачьи – под потребности собак. Поэтому лучше не экспериментировать и не кормить кошек собачьей едой. Количество белка, белок, протеин – строительный элемент клеток организма. Из белка синтезируются необходимые аминокислоты. Кошачьему организму для нормального функционирования необходимо 22 аминокислоты. И только 12 из них он может синтезировать самостоятельно. Очень важно, чтобы кот получал достаточное количество белка, иначе нарушение метаболизма не заставит себя ждать. Белки необходимы для роста организма, отложения энергии, а также нормального функционирования иммунной системы. Для среднестатистического кота нормы белка таковы. Стадия роста – 30% белка от всего рациона. Взрослая кошка – 20-25% белка от всего. Рациона – беременность и кормление – 35-40% белка от всего рациона. Обратите внимание, кошкам с проблемами почек назначают диету с пониженным содержанием белка. Но это не значит, что белок можно полностью исключить. Лечебную диету назначает строго ветеринар. Витамина – ретинол. Кошачий организм не синтезирует витамина. Крайне важно давать домашнему любимцу еду, в которой этого витамина достаточное количество. Отсутствие ретинола может привести к проблемам со зрением и нарушениям в иммунной системе. Беременная кошка без этого витамина не сможет выносить котят. Суточная потребность в витамине А63 микрограмма. Ретинол содержится в следующих продуктах – рыбий жир, яйца, говяжья печень, морковь, рыба, тыква, картофель, авокадо. Но чем высчитывать необходимое количество каждого продукта для составления рациона, всегда проще насыпать готовый корм, в котором уже все есть. Продукты, богатые витамином А, добавка таурина. Таурин – незаменимая аминокислота, которую кошачий организм тоже не может синтезировать самостоятельно. А значит, нужно обеспечить кошке ее поступление с пищей. Таурин влияет сразу на несколько систем организма – сердечно-сосудистую, зрение, пищеварение, половую, иммунную. Суточная потребность кошек в таурине – 400 мг кг. Рассчитывается исходя из веса конкретного животного. Таурин содержится в следующих продуктах – морепродукты, индейка, куриные яйца, красное мясо, куриный мозг. Обратите внимание, оптимальные показатели содержания таурина в сушке – 1000 мг на 1 кг корма. Для влажного вида – 2000 мг на 1 кг корма. Следует опираться на эти показатели при выборе марки производителя. Чем отличается влажный корм кошек от собачьего? Влажные кошачьи корма отличаются от влажных собачьих по составу. Правила кормления аналогичны с сушкой. Нельзя длительное время кормить кошек жидким собачьим кормом. Если однократно дать собачью еду – ничего страшного, но на постоянной основе это приведет к проблемам с жикоте. Влажное питание для собак аналогично сухому содержит недостаточное количество макро- и микроэлементов, чтобы поддерживать нормальный обмен веществ у кошачьих. Выводы и советы по кормлению кошки. Основа здорового кормления – сбалансированный рацион. При желании владельцев кормить домашнего хищника натуральным питанием лучшим решением будет обратиться к диетологу. Только этот специалист сможет подобрать рацион исходя из индивидуальных потребностей кошки, учитывая вес животного, образ жизни и состояние здоровья. Только специалист может подобрать кошке здоровый рацион. Большинство владельцев корма домашних кошек готовым питанием, потому что это удобнее и не занимает много времени. К тому же корм максимально сбалансирован. Так почему готовый рацион лучше, чем натуральное питание – сбалансированность. Не нужно думать, сколько белков, жиров и углеводов получит животное и как уместить все необходимое в небольшую порцию. В гранулах уже продуман весь баланс, экономия времени. Суточная норма уже указана на упаковке. Дополнительных приготовлений, витаминов и добавок не требуется, состав. Добросовестный производитель всегда пишет состав на упаковке, а также процентное содержание каждого элемента – большой выбор. Большинство кормов имеет специализированные лечебные линейки. А в случае аллергии или непереносимости всегда можно заменить один на другой. К счастью, выбор огромен. Корма делятся на классы по качеству состава – холистик, супер премиум, премиум, эконом. Важно! Официальной градации по классам не существует. Корм может быть заявлен производителем как супер премиум, а по составу оказаться экономом. Несколько советов, как выбрать лучшее питание для домашнего хищника – остановить выбор следует на кормах премиум и супер премиум класса. В них идеально сбалансировано содержание питательных веществ для кошачьего организма. Ветеринары не советуют кормить животных питанием класса эконом. Оно имеет очень низкую питательную ценность, а в составе практически нет мяса. Его заменяют суп-продукты сомнительного качества. Производители кормов предоставляют огромный ассортимент вкусов. Отличие одного от другого связано с разным видом белка и клетчатки, которые использует производитель. Стоит изучить предпочтение любимца. При отсутствии аллергии подойдет любой вкус, если при смене питания у кошки отмечается вялость, диарея или рвота, значит именно этот корм не подошел любимице. Необходимо сменить вид, вкус или марку, а также посетить ветеринара. В период роста котятам требуется намного больше питательных элементов, чем в зрелом возрасте. Фирмы выпускают корма, созданные специально для котят. В нем есть все, что нужно активно растущему организму. Сочетать сухой и жидкий корм можно. Главное, чтобы оба вида были одной марки. Важно, при готовых рационах очень важно не давать еду со стола. Такими подачками нарушается весь баланс продуманной производителями готового рациона. Также это может негативно сказаться на пищеварении. Кормление питомцев в разных комнатах кошки, животные которым категорически нельзя голодать. Голод более 18 частей опасен для их организма. При нормальном весе зверя миска с кормом должны стоять постоянно. Если прописана лечебная диета или диета для похудания, еду стоит давать только на время кормления 15-30 минут. Закрывающая круглая скобка точка. Если кошка, несмотря на запреты, ворует еду у собаки, значит необходимо кормить животных в разных комнатах либо контролировать собачью миску, пока пес не съест свою порцию. Также следует поступать, если в доме несколько кошек, которым прописан разный лечебный корм. В таком случае еда не стоит постоянно оставиться на 15-30 минут. Далее вся еда убирается до следующего приема пищи. Порция за раз на упаковке с корма всегда есть таблица, в которой указано, сколько грамм корма должна съесть кошка за сутки. Порция зависит от веса животного, возраста и активности. Эту порцию следует поделить на количество кормления и насыпать в миску высчитанное количество грамм. В зоомагазине можно приобрести мерный стаканчик. Им удобно отмерять порцию для кормления. Не стоит пугаться, что порция слишком маленькая, так как в желудке еда разбухает, а питательных элементов всегда достаточно для нормальной работы организма. Таблица расчета кормо-хранения корма. Правильное хранение кошачьей еды – залог здоровья. Нередки случаи, когда животные травились хорошим кормом, который просто неправильно хранили. Несколько простых правил хранения, необходимо обратить внимание на сроки годности при покупке корма. Закрытая пачка может храниться не больше полугода, нельзя покупать еду на развес. Никто не знает, в каких условиях хранился этот корм и действительно ли это та марка, за которую ее выдает продавец. Лучше покупать корм в заводских упаковках и не переживать за качество. Содержимое открытой пачки необходимо пересыпать в контейнер, который можно герметично закрыть и нежелательно смешивать корма из разных пачек. Если в контейнере, в котором хранится кошачья еда, еще есть остаток старой пачки, то новую лучше не пересыпать, хранить в контейнер. Необходимо в сухом и темном месте. Температура хранения требуется комнатная – 20-22 градуса Цельсия. Солнечные лучи высушивают гранулы, а из-за влажности может появиться плесень. При обнаружении плесени необходимо утилизировать всю пачку и продезинфицировать контейнеры миски животного. Обратите внимание, у кота всегда должна стоять миска со свежей водой. Если любимец мало пьет, можно поставить питьевые фонтанчики. Можно ли давать собачью еду кошкам? На постоянной основе нет, однозначно. Но если кот не имеет проблем со здоровьем, ожирением или аллергией, то можно баловать его парой зернышек собачьего корма раз в месяц. Точка.